Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сейчас нас очень часто, полноравильно делают, призывают к здоровому образу жизни. Так вот, если не пить, не курить, не бегать за каждой юбкой и не заниматься прочими другими нехорошими излишествами, это не гарантия, что вы проживете долго. Но жизнь покажется вам очень длинной. Как сказал один учитель, ученикам, задавая вопрос, обязательно поднимайте руку. А почему? Когда вы поднимаете руку, кровь из руки приливает к мозгу, и вопрос отпадет сам собой. Вы лучше начинаете соображать. Уважаемые коллеги, есть такое наблюдение, однажды провели. Человек в среднем в минуту делает 30 морганий. Мы моргаем, в спокойном состоянии, расслабленном, без всяких потрясений. Однажды в магазине установили скрытые камеры, снимали с разных точек. Но вы заметили, что у женщин, когда они отходят, выбирают товар, в минуту происходит 12-14 морганий всего, не 30, вдвое меньше. Это примерно темп морганий, который присутствует человеку, который под гипнозом находится. А потом они собирают товар, подходят к кассе, и там ускоряется процесс до 140 морганий. Когда узнает цену, и человек, я набрала. Поэтому здесь есть такой гипнотический эффект у женщин, при выборе товара, они как бы убаюкиваются. Мы насчет мужчин не знаем, особо не измеряли. Скажем, в продуктовом магазине мужчина как? Он либо со списком приходит, зная, что купить, или же дай им поручил, либо жена вообще не доверяет ему, потому что не то купит, в магазин его не отправляет, не пускает. А вот женщине такая интересная изгономерность есть. Набрала, а потом увидела цену. И, кстати, еще о поведении людей, о наблюдениях. Как-то замечено, считаются такие цифры, что средние. Что во время разговора, человек из Финляндии, Финн, сделает один жест, один-два жеста за минуту. Итальянец в это время сделает 20 жестов, француз 80, а мексиканец 170 жестов в минуту. Это даже представить, трудно, как это выглядит. Уважаемые коллеги, опять же к вопросу о информации, которую нам дозируют, не додают или скрывают от нас. Вот задумайтесь, да, вот о чем мы знаем, об Америке, там, как ситуации в нашей экономике, там, в Украине, прочая-прочая вещь. Достаточно ограниченный такой поток информации. Мы даже его не выбираем, он сам на нас валится. А вот, скажем, вы вспомните, вот давно ли еще слышали о профсоюзах, о борьбе трудящих за свои права, там, на Западе, в других странах, даже не о наших профсоюзах. Так вот, есть такой же поток информации тоже, глобальный профсоюз работников промышленности. Вот там можно прочитать, допустим, Йемен, да, мы про Йемен тоже забыли, а там какая-то война шла в Саудовской Аравии. И у меня один аспирант есть из Йемена, спросил, все, воюете там? Говорит, да нет, у нас вроде все спокойно уже, ну, не знаю. Так вот, там тоже, значит, во время этих военных событий, норвежская компания, ДНО, ушла оттуда. Йеменцы ее то ли там приватизировали, то ли национализировали, там, 18 месяцев не уплачивалась зарплата. Ну, вот они там добивались, тоже протестовали. Или в Турции, буквально недавно произошло. Мы знаем про попытку военного переворота, про Эрдогана. А там, это, General Electric завод был в Турции. И вот там тоже рабочие устроили забастовку, вынудили руководство идти на компромисс, там, на договор. Они тоже на 18% договорились, что им увеличат зарплату, оплачиваем там религиозные праздники. И договор заключается не на три года, как наставили работатели, а только на два, а потом ее пересмотрят или еще раз забастовку устроят. То есть жизнь бурлит. Это значит, не значит, что все исчезло, везде одни капиталисты. Рабочие тоже за свои права борются, в отличие от нас. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Во время вручения или процедуры вручения Нобелевской премии, физики, химии, тем наукам, которые предусмотрены, премии мира, лауреат должен произнести некую, ну, Нобелевская речь называется. То есть он должен, как бы, ну, рассказать популярно о чем он, за что получил Нобелевскую премию. Ну, когда это премия мира, литературная премия, там, говоришь, болтологии любое можно носовать. А, скажем, физика, да? И вот такой был казус однажды, когда вот из физиков получил Нобелевскую премию, и выступая с Нобелевской лекцией, а что там по ядерной физике или что, он достаточно уверенно, красиво и понятно разъяснил всем этим собравшимся. А собирается кто-то, ну, всякая чистая публика, типа свита короля там, дамы бриллиантов и прочее, да? Ну, и во время банкета, там, кто-то его с друзей спросил, слушай, ты так сегодня прекрасно выступил, что, по-моему, все поняли, о чем ты говорил, хотя тема достаточно сложная для понимания. Как это ты сделал? Говорит, да знаешь, я выбрал самое глупое лицо в этом зале, и говорил, как бы, только ему, пока не понял, что он тоже начал что-то понимать. Это интересно, а кто этот человек? А вон тот господин возле колонны стоит. Тот господин? Это же президент Королевской академии наук. Ну, вот и такое бывает. Уже, мои коллеги, был у нас в свое время в нашей стране такой художник замечательный, Николай Жуков, он прославил графику, прославился тем, что он вот Лениану рисовал, то есть портреты Ленина у него особенно хорошо, соратники Ленина хвалили, говорят, прямо как живой Ильич там и так далее. Но он, кроме живописи, занимался еще вот, ну, такие интересные заметки писал о жизни, там, о наблюдении своей. Вот я просто прочитаю, вот она интересная, у него такая мысль есть. Что значит декоративность, какое большое значение она имеет, я понял на одном примере. Лечился в санатории, старательно поднял советы врача, ходил на уколы, делал лечебную гимнастику, принимал кислородную палатку, лекарства и частенько посмотрел в зеркало, с надеждой обрадовать себя видимым улучшением. Но, увы, никаких изменений, все было по-прежнему. Перед самым отъездом решил пойти к парикмахеру и навести глянец. Вот, эта процедура продолжалась всего 20 минут. Но зато, когда я шел в столовую, то несколько человек впервые отметили во въезде голос, что я посвежел, помолодел, что лечение пошло на пользу, искусство парикмахера никто не заметил. Вся похвала была отнесена в адрес медицины. Как бы я хотел, чтобы это было так на самом деле, но, увы, это всего лишь декоративность. Декоративность Уважаемые коллеги, продолжим разговор о Казанских улицах. Ну, в данный момент, наверное, даже не об улице, а о площади, которую все знают. Ну, казанцы, не казанцы, знаешь, она называется Кольцо. И она уж много раз меняла название. Ну, первое название было Рыбнарядская площадь. То есть, рыбные ряды. Там рыбаки приходили торговать, продавали свежую рыбу. Вот, Кольцо, почему название устоялось? Ну, потому что там трамвайный был разворот, просто на этой площади Кольцо. Вот, давным-давно его нет, но и трамвай теперь уж там не ходит. Ну, в нашей народной памяти это сохранилось именно как Кольцо. Потом она называлась площадь Куйбышева. Ну, сейчас площадь Тукая. И вот, что забавно, площадь Куйбышева, тоже как привычное название, или ушло уже в прошлое. Кто такой Куйбышев, да? Валерий Владимирович Куйбышев был. Ну, собственно, он был председателем Высшего Совета Народного Хозяйства. Ну, в те времена, в Сталинске, Ленинске. То есть, он это практически как функции премьер-министра исполнял. И вот из той когорты старых большевиков, ну, вспоминают Сталина, добрым, недовольным словом, Молотова, там, Ленина, ну, мало там кого еще, да? А Куйбышева как-то забыли. Хотя его роль в заслугах, вот, в индустриализации, в создании промышленности довольно велика. Он такой был хозяйственник крутейший. И он очень много... Мы живем до сих пор на той базе, которую, в том числе, и он создавал. Ну, и в упоминании его заслуг, значит, город Самара был переименован в Куйбышев, сейчас обратно переименован в Самару. То есть, во время Отечественной войны там находилась, ну, можно сказать, вторая столица, запасная Советского Союза. Туда были эвакуированы правительства, все посольства из Москвы. То есть, в Москве оставалась только ставка Верховного Главного Командования из начальства. Ну, не понадобилась эта столица. Немцы в Москву не вошли. А вот площадь Куйбышева тоже сейчас исчезла, переименовали ее. Ну, помнить этого человека надо с благодарностью вспоминать. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин